Добрый вечер! Вы смотрите Первый городской. Мы продолжаем свою работу в эфире. Это наш ежедневный проект интервью дня. То, что вчера происходило в правительстве, то, за чем я совершенно точно уверенно наблюдала абсолютное большинство зрителей, и мы, в том числе, как журналисты, конечно же, наверное, привело к какому-то результату. Результату наверняка не тому, который ожидали какая-то часть из людей, наблюдавших все это действие. Не знаю, как по-другому еще назвать. В конечном итоге мы остались пока при том же премьере. В конечном итоге мы остались без каких-то, как мне кажется, на ближайшее время надежд на изменения. Может быть так, может быть не так. Почему так произошло? Вот в этом мы попробуем сегодня разобраться. Потому ли, что мы еще настолько незрелы, что с нашим мнением не считаются. Нашим мнением не хотят считаться. Потому ли, что мы сегодня еще не дожили до того момента, когда бы могли называть себя с гордостью, что мы являемся частью гражданского общества. Вот об этом мы поговорим с сегодняшним гостем. Это руководитель Центра защиты Одесситов Егор Прокопчук. Здравствуйте, Егор. Добрый день. Вы, будучи руководителем Центра защиты Одесситов, мне кажется, наблюдаете и, может быть, попытки создания гражданского общества или попытки не создания гражданского общества в разных видах. Почему? Потому что сталкиваетесь непосредственно с людьми и знаете вот те тонкие струны, на которые нужно, наверное, нажимать для того, чтобы захотелось создавать гражданское общество и приобретать свою собственную позицию. Вот на ваш взгляд, то, что было вчера, что это было? Как можно это назвать вообще? Как это можно характеризовать? Ну, во-первых, я не был бы столь деликатен в выражениях, как вы стараетесь, потому что все-таки большинство людей в этой стране хотело смены премьера. Потому что большинство людей ходят в магазины, большинство людей видят, что их жизнь за время премьерства данного человека кардинально изменилась в худшую сторону. Скажем так, многие ждали этого с нетерпением, глядя на экран телевизора. Перед вчерашним голосованием ходили опросы порядка 70-80% украинцев. Ну, им тоже, я не знаю, насколько им можно верить. Но судя по тому, что я слышу от жителей города, то действительно большинство реально хотели смены премьера. Большинство видят, что правительство не справляется. А то, что было вчера, это на самом деле просто был, как сказать, плевок по факту в лицо всех избирателей. По той простой причине, что за вопрос о работе правительства, там, 240 с чем-то голосует, что работа ведется не в правильном направлении, скажем, мягко. Назовем это мягко. Ну, а вопрос отставки правительства. Где-то резко пропадают 45 человек. И нам не хватает 32 голосов для того, чтобы мы поменяли премьера. Говорят, что да, правительство плохое, когда приходит момент голосовать, все резко не голосуют. То есть, по факту это происходит лишь потому, что те конкретные депутаты, которые голосуют за либо против, большинству из них просто наплевать на мнение своего избирателя. Они уверены, что когда придут выборы, их избиратель это не вспомнит, или они просто смогут каким-то образом задобрить избирателя и перекупить его мнение, скажем так. Слушайте, ну сколько лет подряд это повторяется уже? Это же не ситуация, возникшая вчера. Мы уже прошли очень-очень много этапов, и мы ничему не научились? Ну, на самом деле, общество учится очень медленно. Это же процесс становления демократии, процесс становления рыночных отношений. Все это у нас случилось когда? 25 лет назад. Не так и много. Это в рамках, по сути дела, одного, ну максимум двух поколений. Поэтому в развитом мире, там в той же самой Франции, в Америке, вот как источник всех революций начальных, Франция была, у них это занимало столетия. То есть потому что главная проблема, она вот тут. Это проблема в голове, восприятие мира и восприятие своей роли в этом мире. То есть у нас почему-то после процесса советской власти, после того, как советская власть формировала под себя общество, очень, я думаю, все помнят, какими способами формировала советская власть общества, произошел переломный момент, и все индивиды в этом обществе начали себя воспринимать как наблюдателя. Не как участника процесса, а как наблюдателя. Егор, вот здесь я не могу не согласиться, потому что мне кажется, что мы по сей день в большинстве своем остаемся наблюдателями все-таки. А это как раз позиция, которая ведет в никуда. Ну конечно, я очень часто слышу, когда многие говорят, а что мы можем сделать, как мы можем повлиять, и вот фразы такого типа. Да, от нас ничего не зависит. Сегодня это самая распространенная фраза. От меня же ничего не зависит. А как раз зависит, потому что если группа индивидов, которые по отдельности от них, конечно, ничего не зависит, один человек в 40-миллионном государстве, да, может и не решает. Но если эти люди начнут объединяться в группы, эти группы в более массивные группы, они должны начнут доносить информацию, они станут действительно вот тем источником власти, который у нас задекларирован в Конституции. То есть мы главные, а не те, кто нами сегодня как бы руководят. Да, ну по идее так должно быть. Но мы пока к этому не пришли еще. Мне кажется, что мы очень далеки от этого. Мало того, даже в понимании, в сознании. Вы верно заметили, что вся проблема вот здесь, отсюда? Да, да. В нашем сознании произошла подмена понятий. У нас есть руководитель, и он должен быть как бы, не знаю, все ждут. Вот на самом деле что происходит? Ну вождь, наверное, да? После каждых выборов ждут мессию. Вот каждые выборы все идут. Кто-то идет, голосует, понятное дело, за гречку, за деньги, за что-то еще. Но кто-то идет за мессией. Да не будет мессии. Его не может быть по той причине, что общество к нему не готово. Вот представьте, какой бы хороший человек ни был, насколько бы он не хотел, допустим, изменить эту страну или сделать ее лучше, не получая обратной связи от общества. Вот если общество сидит в разряде наблюдателей и ждут, что им вот сделают лучше. А как лучше? Если вот этот человек, которого выбрали, он даже не догадывается, чего вы хотите. То есть пока не будет вот этой системы развитой гражданского общества, вот то, что в принципе... На чем и держится порядок в западных странах? Именно на гражданском обществе. Вот пока его не появится, любой приходящий правитель у нас будет скатываться в одно и то же. Ему будет казаться, что надо делать вот так, и будет реально плевать на общество, потому что оно не будет давать ему никакого ответа и посыла. Так мы это и наблюдаем, собственно говоря, уже больше 20 лет. Ситуация-то не меняется по большому счету. Гражданское общество – это одно из проявлений, наверное, настоящей демократии. Мне кажется, что расхожая фраза, что у нас демократическая страна, она пока только фраза. Потому что по-настоящему демократическая страна – это тогда, когда каждый представитель общества имеет не только право голоса, а еще может влиять этим самым голосом на действия и политиков, и от президента до народных депутатов и так далее. У нас этого пока не происходит. Стало быть, и демократии у нас пока нет. Смотрите, все считают, что демократия сводится исключительно... Ну, не все. Многие считают... К тому, что можно просто все говорить. Они считают, что это лишь о процессе выборов идет речь. Нет, речь идет вообще о жизнедеятельности общества. Это стиль жизни, мне кажется. Да, конечно. Вот смотрите, например, в Соединенных Штатах официально зарегистрированных и функционирующих полтора миллиона общественных организаций. Полтора миллиона. По каждому мелочному вопросу существуют профильные общественные организации, которые доносят посыл власти, как лучше изменить эту сферу деятельности. То есть это есть взаимодействие власти и общества посредством вот таких гражданских активистов, да, общественных организаций и так далее. Крубо говоря, есть организация защиты пчел. И в каждом штате есть люди, которые являются членами этой общественной организации. Каждый говорит, что у них не так, потому что они, как правило, большинство пчеловоды. И суммарно собираясь, у них есть совет, который потом, пускай даже раз в год, но попадает к их профильному управлению или ведомству, смотря, кто там в Америке не занимается. Ну да, какому-нибудь руководителю и доносит до него. И доносит посыл, что волнует и какие проблемы существуют именно в этой сфере. То есть вот этот первичный сбор информации и обработку должны делать общественные организации. То, что называется гражданские общества. Вообще, что такое гражданское общество? А что такое гражданское общество? Если не вдаваться в сложные определения, это, грубо говоря, система некоммерческих и негосударственных объединений свободных граждан, назовем это так. Даже не свободных, а граждан с самосознанием. То есть это, к примеру, общественные организации, профсоюзы, разного рода ассоциации. Вот эта вся система этих организаций формирует гражданское общество. У нас есть попытки, да? У нас есть попытки каких-то общественных организаций, но я бы не сказала, что общественные организации вот так строго по интересам, да? Там организация защиты пчеловодов, там овцеводов и так далее, и так далее. Ну, то есть я утрирую, конечно, но у нас нет. У нас, если общественная организация себя называет, то, как правило, ее никто серьезно не воспринимает, и она, как правило, ничего добиться такого не может. Ну, мне кажется, что Центр защиты Одесситов в этом смысле исключение. В хорошем смысле. Потому что то, что вам все-таки удается делать, мне кажется, что удается делать благодаря вашей активной именно гражданской позиции. Ну, это такое, пример один на миллион. Нет, на самом деле есть такие организации, их много. Каждая в своей сфере. Я знаю даже, к примеру, многие законопроекты, которые попадают в Верховную Раду, часто инициаторами являются именно общественники, которые, собравшись, назовем это, в кружок по интересам, это обычно происходит на каком-нибудь там либо профессиональном поле, грубо говоря, там, не знаю, Столивары. Образно. Ну, это может быть кто угодно, да. И редактируют какой-то закон, и пытаются его через средства массовой информации, через какие-то знакомства, через какие-то небольшие уличные акции, пытаются его продавить для законодателя. Потому что пытаются донести посыл, что в этом сфере, в этой сфере надо вот сделать так. Есть проблема. Потому что нам это виднее, потому что мы участники этого процесса. А что происходит, смотрите, когда нет гражданского общества, как получается? Вот если суперпростым языком попытаться это объяснить, это, к примеру, вы приходите в магазин, ставите посреди магазина тележку и молча ждете, что вам в нее накидают именно то, чего вы хотели. Лишь потому, что вы выбрали правильный магазин. Ну да, где-то, где-то, наверное. Понимаете, пока вы не скажете, чего вы хотите... Так и есть. Да, а потом в итоге, когда вы раз приходите, ставите тележку, два, три вам не накинутся. Не сделали. Да, вы приходите, сжигаете магазин. Вот это и получился у нас процесс Майдана, когда кипение доросло. Хотел сказать, у нас получился Майдан в таком роде. Да, а всего на все общество-то и не выражало, чего оно хочет. А когда общество молча сидит и терпит, получаются вот такие ситуации, как была вчера. Потому что никто из этих представителей власти не боится возмездие. Потому что они 25 лет делали, что хотели, и общество к ним, так сказать, не применяло никакие санкции, назовем это так. Хорошо. Как, по вашему мнению, нужно заставить себя уважать? Какими, может быть, методами, какими способами, если и правда, за 25 лет они привыкли к другой позиции, за 25 лет они привыкли, что, в принципе, они делают то, что им надо, а нас не то, что можно не спрашивать, нас можно даже не ставить в известность. Ну, примерно так оно и происходит. Да, по огромному количеству вопросов, там, от тарифов до любого. Любой абсолютно вопрос какой-нибудь. Что нужно сделать, чтобы нас услышали и чтобы нас зауважали? Ну, во-первых, самый простой механизм – это попытаться не забыть это до следующих выборов. Попытаться не забыть… А лучше перед следующими выборами возьмите и проанализируйте деятельность того человека, за которого вы будете голосовать. То есть это не сложно в нынешний век. Да, обещание сделано, не сделано и так далее. Да просто берешь, открываешь на сайте Верховной Рады список, за что голосовал или не голосовал этот человек, это делается там за полчаса, и ты делаешь тогда более-менее осознанный выбор. Это раз. А второе, конечно же, формировать общество гражданское, которое будет менять эту ситуацию, которое будет не давать себя обманывать и которое будет влиять на процесс. То есть объединяться, перестать, наконец-то перестать сидеть и жаловаться друг другу на кухнях. Вот это вот основное, то, что нам досталось как наследие после советской власти, это… Мы считаем, что главное – это сесть и пожаловаться друг другу на кухне, и вот как бы это вроде уже половина решения проблемы. Нет. Ну, поговорили, стало легче. Да, нет. Решение проблемы – это объединиться. Решение проблемы объединиться и донести власти, что вам это не нравится. Вот смотрите, пускай это даже будут какие-то мелочные уличные акции, пускай это будут мелочные, я не знаю, перекрытия дороги, пускай это будут мелочные десяти или двадцати человек… Ну, то есть нужно поддерживать вот этот градус, да, все-таки градус? Да. Десяти или двадцати человек, стоящих с транспарантами где-нибудь возле облсовета или горсовета, но делающих это постоянно по разным вопросам, это будут всегда держать в тонусе власть. Не дающим расслабляться. Тогда будет понимание, что люди следят за их деятельностью. Смотрите, мне кажется, что вот конкретно на вчерашнем примере, уж коль мы взяли его за такой основной пример, были какие-то предупреждения, что идут туда вооруженные люди, что не дадут, что требуют отставки и так далее. Что мы на выходе получили? На выходе мы получили того же премьера, куда делись люди, ну, не знаю, где они там стояли, не стояли, к ним все равно никто не прислушивался. И тридцати двух голосов в итоге все-таки не хватило для того, чтобы мы поменяли премьеры, а возможно и какие-то, может быть, моменты в нашей жизни. Не случилось, это не произошло. Что можно было в этой ситуации сделать, вот конкретно вчера? Мне, например, себе пока слабо представлять. Или же конкретно вчера, или к этому надо было идти. Конечно, это система, которая должна строиться. Украинское общество четко показало, что оно способно на всплеск, и потом стухается эта гражданская активность. То, что происходит сейчас. Ну, вот был Майдан, все. После года там еще полгода-год кругом все рассказывали, что они активисты во все сферы деятельности. Мы все контролируем, мы за всем. Мы все контролировали, и все резко закончилось. Поэтому... Да, сейчас уже не видно никакого. Я вам скажу, на самом деле это не быстрый процесс, он очень-очень медленный. Потому что, ну, мы сейчас по уровню развития находимся где-то, ну, вот если не брать технологическую составляющую, а именно по уровню развития социума, дай бог, чтобы в Америке 30-х годов. Только-только начинает зарождаться вот это гражданское общество и осознание себя как участника процесса. Все страны прошли через это, да? Только кто-то быстрее, кто-то медленнее. Нужно понимать только одно, что и правда очень быстро это не случается. Процесс необратим. Не появится власть, никогда в жизни не появится власть, которая будет все делать сама. Да, надо этот процесс, надо проходить. И чем быстрее мы это поймем, чем быстрее мы начнем общаться, а пускай даже со своими семьями. Возьмите элементарный пример тех же УСМД, которые сейчас пытаются сделать. Ой, это очень тяжко. Многие не могут с соседями договориться. А представляете, что такое в масштабах страны доносить свою точку зрения с самого низу до самого верху? Ну, это не один десяток, наверное, несколько десятков лет пройдет. Это такие перспективы. Чтобы наше поколение зародило хотя бы этот процесс. То есть дай бог, чтобы хотя бы уже наши дети росли в более-менее осознанном обществе. И то я не уверен. Ну, даже вот на примере вашего центра защиты тоже видно. Мы же смотрим регулярно какие-то отчеты в виде репортажей и всего остального. То есть если речь идет о бабушке, которая сама себе не может помочь, здесь вообще это не обсуждается. Если речь идет о молодых трудоспособных людях, которые приходят к вам с просьбой, ну, не знаю, отремонтировать крышу или там решить какие-то проблемы в своем подъезде. Ну, то есть никому не приходит в голову, что можно было бы как-то объединяться и действительно решать эти проблемы самим. Из того, что можно делать. Конечно, есть какие-то такие неподъемные работы, но есть и то, что можно делать самостоятельно. Ну, у нас еще не пришли пока к этому. Хотя я думаю, что есть. Уже есть, конечно, такие зачатки этого всего. Очень метренно приходит осознание того, что мы-то живем сейчас в системе рыночных отношений. Никто никому ничего не должен. И никто ничего никому не даст. И тем более никто никому ничего не даст просто так, пока ты этого не добьешься. Если ты заплатил за услугу, а тебе ее не оказали. Требуй. Требуй. А у нас получается, все за услугу заплатили, и никто не требует. Ну, а так иногда сходим, пожалуемся. В кухне посидим, поговорим. Да, посидим в кухне, поговорить, что плохой не сделал нам. Жеки надо разогнать и все остальное. Конечно. А что-то делать самим, это тяжко. Конечно. Поэтому только гражданское общество и только самосознание, только постоянный контроль власти избавит нас от таких событий, как были вчера. Ну, опять-таки, посмотрим, будут ли не будут досрочные парламентские выборы в ближайшее время. Чем быстрее, кстати, они будут, тем больше людей, я думаю, запомнят эту ситуацию, и тем больше людей поймет... Что надо что-то делать. Да, за кого они хотят голосовать. Понимаете, многие же люди, выбирая власть даже, они даже не выбирают не потому, что они, вот, ты мне кажется, этот человек симпатичен или нет, они это делают просто как, вот там, те сказали, иди за этих проголосуй, они хорошие. Ну, многие просто выбор неосознанный, потому что очень многие разочаровались в самих выборах, как в процессе. Это происходит в Украине не просто часто, а очень часто. И это порядком всем просто надоело. Я думаю, что вы тоже с этим согласны. Но, опять-таки, это тот способ, от которого все равно не уйти, пока никто ничего другого не придумал, да? Ни в каком другом обществе, ни в какой другой стране. А пока только посредством выбора мы можем пытаться что-то менять. Нравится нам это или не нравится. Да, но это не отменяет факта необходимости развития четкого и построенного гражданского общества. Вот смотрите, тот же самый пример, вот, когда выпадал снег у нас недавно. Не все, многие, конечно, вышли на улицу, но большинство сидели и ждали, пока власть решит проблему. В нормальном развитом мире, посмотрите видео ликвидации последствий торнадо в Америке или землетрясения в Японии или снегопада в Канаде. Так там весь город выходит. Стали и взяли руки, лопаты и почистили. Там каждый человек выходит и ликвидирует последствия того стихийного бедствия, которое произошло в их маленьком социуме. Потому что каждый человек видит себя не наблюдателем, а участником процесса. А у нас вместо этого лучше мы позвоним 58 тысяч раз на горячую линию, там, в Кабмин, мэру, там, нам туда же, в Центр защиты Одесситов. И констатируем факт, что ничего не делается. А это физически невозможно. К процессу надо, когда это аномальное какое-то явление, вот это как раз и есть общество понимать, что их социум под угрозой. Вышли, восстановили впервые данный вид, все, дальше продолжаем контролировать власть. Спасибо вам огромное. Я думаю, что мы все равно рано или поздно придем, лучше раньше, чем позже. Придем к тому, что мы, правда, не наблюдатели сторонние, а участники своей собственной жизни, своих собственных событий в своей жизни и всего, чего с этим связано. Это был Егор Прокопчук, руководитель Центра защиты Одесситов. Мы говорили о том, что же такое гражданское общество, и что пора бы нам уже задуматься о том, что пора его создавать. Первый городской вы смотрите, оставайтесь с нами и дальше. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин